для больших любителей грибов сбора грибов и блюд из грибов можно облегчить сбор этого замечательного продукта посадив его у себя на приусадебном участке именно на участке используя обычный природный способ их разведения не в каких-то мешках в подвалах а на открытом воздухе так для этого ну надо знать что вешенки растут на лиственных деревьях собственно я искал в интернете ну такое впечатление что на любых лиственных деревьях но я в лесу их встречал обычно на тополях а так пишется и береза и бук и дуб и орех ольха осина что там его в общем я так понял на всех но учитывая что в промышленных масштабах их разводят на соломе на шелухи от семечек на рубленой кукурузе на початках то в принципе я так понял на пилках лиственных деревьев то в общем я такой по барабану где расти лишь бы дерево было для разведения грибов вешенки в моем случае можно и опята зимние там высаживать почему зимний но летние в осеннем меня побаиваюсь они могут и на здоровых деревьях их споры поселиться вот ну как не хотелось бы что у меня в саду на деревьях на нормальных росли опятах которые рано или поздно дерево загубят и так вешенка значит вам понадобится вот бревна ну в принципе можно брать бревна в моем случае это тополь под диаметр от 15 сантиметров 15 сантиметров но это у нас получается вот всего на все там вот такое бревношко ну до 30 до ну я помню у меня там 30 35 сантиметровые бревна стояли в диаметре но сейчас вот такие вот по 25 и длина этих уже собственно бревно я распустил на пеньки на полежки ну у меня они вот получились там по 50 с небольшим 50 55 чуть больше в общем рекомендуется от 35 до 50 сантиметров ну я вот так вот попилил мне мне так было удобно чтобы немножко с ними в багажник загрузил привез так значит вот эти вот пенечки потом сам мицелий грибов вешенка но продается в магазинах где там семена ну вот лично я купил в магазине семена 250 рублей шестнадцатый год октябрь месяц вот написано в китай но это такой лучший вариант мицелия не именно китайский вот а именно что он уже тут пшеница по моему она заражена уже спорами этого гриба вот он уже пророс дал там есть еще какие-то палочки продаются зараженные я с ними дело не имел ну не знаю но мне кажется они дольше заражают разрастаются в грибнице и понадобится я использую сверло то есть перевод сверло на 20 вот потому что пробовал обычным сверлом сверлить но представьте сверло на 20 влажную древесину ну там меня несколько раз на дрель наматывала но как-то как-то не очень не очень не здорово понравилось это карусель так древесина желательно чтобы она была не моложе одного месяца не прям вот срубили вперед ну но и не 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 совсем древние ну вот у меня где-то она с месяц назад их попилили так может быть чуть больше но она еще вполне влажная все далее когда будете но эти пеньки делать но рекомендуют запомнить где у срубленного спильного ствола вверх и низ и сами пенечки потом в вертикальном положении располагать обязательно так как они в природе росли то есть веточки веточками вверх чтобы они смотрели почему потому что ну я не знаю но ботаники утверждают что структура древесины создан создается таким образом что в одну сторону влага впитывается а в обратную она мне не очень это заходит в эту древесину и вот как раз если вы поставите на землю в землю на 10-15 сантиметров заглубить эти пеньки в правильном положении веточками вверх то в общем влага и земли будет постоянно за как бы за засасываться подкачиваться этой древесиной но я не заморачиваюсь я я не запомнил которые я не определю в общем воткну как есть а сверху просто-напросто поставлю ведерки пластиковые ну например из-под майонеза приколочу гвоздиком вот ведерки сделаем несколько маленьких тонн отверстий небольших ведерки заливается вода и такой некий капельный полив вот я сажаю сейчас в октябре немножко конечно я затянул это дело но ростовская область у нас сейчас на улице благодать плюс 18 все еще зеленое поэтому я думаю успеет за месяц к ноябрю к декабрю к январю в общем по-любому прорастет ну вот в нижних торцах наших пеньков просверливаем отверстие ну где так вот так значит просверливал я пером на 20 напоминаю что сверлом ну сложнее намного просверливал в общем то практически на всю его глубину на всю длину вернее почти так и в общем то еще сверлят ну шахматом порядке еще какое-то количество отверстий в этих бревнах но знаете я отсверлил мягко говоря замурмыкаться можно вот этот мицелий потом туда пропихиваешь пропихиваешь палочки трамбовочкой туда проталкиваешь пропихиваешь пробочки там потом ну с нижних то частях в общем то не обязательно вот где боковые отверстия их желательно закрыть кто вариантов масса кто глины замазывает кто садовым варом замазывает ну можно самый простой вариант пробками винными затыкаешь но на сантиметр где пробка туда загоняешь обрезаешь следующее отверстие обрезал но это делается птички большие любители это не цели начинает выклевывать он все-таки на зернышках муравьи растаскивают в общем всех кому не лень халявщиков валом еще даже грибов нет а уже сбор урожая идет так но я попробую несколько иначе значит напоминаю вот эта часть пойдет вниз на землю есть способ такой ну выкапывают ямку небольшую чуть больше диаметра вот этих наших поленьев бревен пеньков в общем обзывать как хотите выкапывают туда сыпят опилки лиственных деревьев шелуху от семечек с какой-нибудь если есть там рядом завод это по масло давильный солому сверху насыпают какое-то количество мицелия ну пригоршню и потом сверху просто ставят 35 сантиметровый пенек землю на место разравнивать слегка притаптывают ну не до конца потому что им тоже дышать надо и все и грибница начинает снизу разрастаться по всему дереву ну и потом где бог даст в общем вылазит уже со появляется само тело сами грибы ну я решил там не насыпать от солома сена там еще что-то вот такие отверстия туда мицелий забабаха и потом перри перевернул на землю поставлю ну по-любому будет прорастать но вот дальше мне ну совершенно не хочется эти бревна сверлить с этим мицелиям заталкивать в общем я решил так я сейчас попилю но сантиметров по 20 вот на такие плашки на каждую плашку буду сыпать мицелий сверху ставить следующую сыпать мицелий ставить сверху на чтобы они более-менее держались ну элементарно какие-то но не на геля боже мой ну гвозди без шляпок можно забить а сверху следующий пенек киянкой посадить и все и вот в общем то будет заражено но это я конечно сейчас дальнейшие свои действия покажу ну и так в общем я распилил в данной ситуации одно бревно вот на три части такие одинаковые и сейчас буду заполнять их мицелиям так заполняем высверленные отверстия в торце мицелиям но в инструкции там еще это написано молди в резиновых перчатках и все такое но это на на мой лично взгляд это условие оно как мне кажется для промышленных когда вот специальные эти кто там заводы по выращиванию вешенок но там в белых халатах и все такое но здесь я все равно в землю эту воткну ну какие перчатки резина так и потом вот это вот дело с палочкой трамбовочкой мы проталкиваем этот мицелий я говорю тут за это замучаешься вот это вот все делать обстоятельства тут всего три сейчас отверстия а вот когда вот эти вот бревна тут да еще и не только с торцов но еще и по бокам напилен это застрелить можно заполнив нижнюю часть нашей конструкции нашего бревна с комицелиям помещаем ее заранее выкопанную подготовленную ямку ну само собой помещаем мицелиям отверстиями вниз грунт дальше вбиваем три гвоздя у меня вот 120 но шляпки конечно перед этим откусываем или наоборот забиваем потом откусываем они легко заходит в любом случае и наносим сверху ну как на бутерброд слой мицелия где-то вот так вот получается в конечном итоге сверху ставим следующий обрезок нашего бревнышка но единственное я рекомендую их не путать очередной чтобы симметрично получилось совпало это все так вот такая конструкция у нас получается и от места стыков я взял не соединил что заизолировал скотчем обычным полосочкой надо подумал что в принципе ничего страшного скотча не будет если уж целлофанах мешках их выращивают но ради бога что скотч вообще не помешает а здесь по крайней мере ну не знаю там муси какие-нибудь там не будут лезть кроме того этот скотч еще удерживает кору на месте потери коры в общем-то на мой взгляд это не принципиально смысле не ужасно ничего и дальше от вешенки расти будут я в лесу видел вообще лысые такие деревья в обхват без коры и на них благополучно вешенки растут в общем-то ничего но здесь просто скотч ее будет удерживать а кора хорошо влагу удерживает внутри на влага изоляционный материал ну вот ну и вот в таком плане то есть в общем-то готова землей присыпаем здесь по то что мы грунт вытащили из этой ямки утрамбовывать не надо пусть дышат вот такой бренышка получилось ну сейчас не буду остальные делать но в процессе работы вырисовывается вот такая вот картина так я думаю ну значит еще раз напоминаю вот эти вот спилы которые я скотчем обмотал ну сами спилы соединение вот этих вот бревнышек я еще думаю наверху вот у нас торце в донышке то что на земле будет стоять вот такие отверстия сделал ну я думаю может быть есть смысл и верхних частях тоже сделать там по несколько отверстий и туда еще мицели напихать потом в общем война план покажет но если уж вешенки выращивать даже вот на таком субстрате вот это целлофановый мешок с шелухой семечной от семечек и он заражен мицелием ведь уже полностью этот мицелий пророс везде в этом мешке ну и где-то недельки через полторы появится уже сами грибы полезут здесь есть отверстие но это я вот здесь вот сразу в этих мешках уже завод изготовитель это я просто вчера ездил в магазин за мицелием мне не хватало ну и увидел там вот такая вот канитель уже продается готовая 190 рублей это в ростове на дону не знаю как других городах но я решил просто родственников побаловать купил вот такую бодягу ему в подарок вот в подвал воткнет или там куда захочет и вот будет расти так ну работаем дальше вот следующая ямка в которую я буду следующий пенек сажать ну их у меня всего будет 7 штучек хочу напомнить что все-таки самый быстрый и наименее трудозатратный способ это вот без всякого сверления можно обойтись без ничего а такую ямку копаете 10 там сантиметров но можно 15 посыпаете дно опилочками ну чуть больше это я так вот сверху посыпаете мицелий на эти опилки и сверху пенек но сантиметров 35-40 невысокий ну ради богу нужно 50 сантиметров максимум сверху пенек прикапываете все это дело землей чуть-чуть уплотняете сверху можно какой травы не знаю дощечку положить и все и в общем забываем до осени в течение лета осени мицелий прорастает заражает весь пенек и в общем уже когда там сентябрь октябрь ну зависимости от региона уже сам этот пенек зацветет грибами вешенками но это прям совсем раз-два-три но это экстенсивный метод то есть как в природе но это где-то в мае месяце то можно ну в середине лета то есть помните что мицелий в пеньке распространяется пускает все эти корни свои или как там правильно где-то в течение 40 дней ну ну то есть по-любому месяца два ему надо ну лучше всего там в мае или вообще там июнь июль заражает тепеньки но видите летом желательно чтобы они в тени были и ну может быть даже изредка там поливать их поливайте в чем там не знаю сад огород но и заодно их там опрыскивали чтобы влажные стояли вот так вариантов его куча я не утверждаю что именно мой вот это прям вот все вот он единственно правильный и на обрезках и в ямы закапывают как-то и горизонтальном положении сажают и вертикальном и в наклонном и черное что только не делает в общем растут везде в итоге получая получается вот такая вот грибная деляночка здесь постоянно тень у меня вот в саду он солнце во всю а здесь тенек грибы будут расти так второй способ хочу предложить но это все на словах дело в том что ну как век живи век учись вчера буквально вот я закончил когда уже вот это делать подошел мой знакомый ну тоже так поинтересоваться как как процесс идет и он говорит а я вот в интернете видел намного быстрее эффективнее проще вариант то есть то точно также запасаемся вот такими пеньками да далее ну я на словах объясняю но все будет ясно и понятно я говорю и способ если бы я его знал я бы конечно воспользовался им так вот такими пеньками запаслись далее не надо ничего сверлить не 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 как там корячится с этими сверлениями там еще что то распускаем пеньки но но по 15 сантиметров да вот на такие плашечки распустили самую нижнюю плашку само собой в земле делаем ямку как я показывал туда можно вот после эти опилки остаются которыми после того как вы распилили эти бревна опилочек насыпаете в эту ямку туда немножко мицелия ну но так вот горсточку насыпали ставите сверху первую плашку и потом цепной пилой или как она называется это ой циркуляркой вот ручной вы делаете на этой нижней плашки но сейчас не обращайте внимание то есть вот у вас срез вы делаете вот такие вот над пропилы так и потом так как хотите так всяк все то есть вы делаете пропилы ну например на сантиметр глубиной сделали берете опять мицелия и вот так вот в эти пропилы его ну распределяете все он в эти вот пропилы ложится можно сверху но еще немножечко пилочек добавить берете следующую плашку сверху кладете никаких гвоздей забивать ничего про сверху кладете притерли его поплотнее из боков саморезами наискосок притягивайте ее вот к первой плашки все ну две минуты работы следующая плашка опять делаете пропилы снова распределяете жменьку там в мицели следующая плашка ее саморезами притягиваете тремя четырьмя ну так хорошо туго и в общем выращиваете вот такую пирамидку притирается уже само собой практически без зазоров мицелий там спрятан в общем что и требовалось доказать все он вплотную к древесине находится снизу под нижней плашкой у нас тоже есть мицелий как который ну будет распространяться по по это все вверх пойдет по бревну благо снизу тоже от земли будет идти все всех дел если бы я только вот я гну где же ты был ну пришел бы на два дня раньше все я был вот с этими отверстиями так ну ладно что есть то есть ну принцип тот же самый все мицелий зарядил и далее но те кто в мае месяце в там в июне вот это вот сделал но можно уже и не запариваться и там природа дальше уже сама все сделать но периодически можно конечно поливать вот можно сверху но не знаю там до дощечками какими-то там но только только не такими а покороче сейчас я распилю а в лучший вариант у меня нету вот тоже не неплохой можно конечно дощечки сверху положить вот я лично сейчас положу а потом берете ведерко но только не такое чуть больше ну по желательно ближе к диаметру этого пенька его прикручиваете прибиваете как угодно но чтоб ветром его не сдувало в донышке перед этим делайте маленькие отверстия 23 там сколько-то отверстий прибили все воды сюда заливаете ведерко крышечку и у вас получается медленно неторопливый капельный полив постоянно бревно будет увлажнена сверху есть еще вариант по центру вы сверливаете отверстия под горлышко пластиковой бутылки и эту пластиковую бутылку предварительно обрезав у нее дно вот эту пластиковую бутылку ну туда в это отверстие но вкручиваете вставляете что плотно все наливаете в эту пластиковую бутылку воды и уже вода из этой бутылки но будет медленно и печально но про проникать древесину тоже увлажняю и тоже неплохой способ вот эти отверстия я наверху сделал у меня просто мицелий оставался вот и у меня его куда-то надо было но я еще насверлил еще этот мицелий туда в каждое бревно бабах вот ну вот в таком плане значит сам результат ну я еще раз повторю сегодня по моему 6 октября у нас но но я думаю через дней 30 ну уже должен быть результат ноябрь месяц у нас еще плюсовая слава богу так что увижу что и к чему и конечно я тогда просто иконку на видео на своем поменяю на фотографию результата но я знаю что он будет по-любому ну что сказать в заключение значит еще раз второй способ на мой взгляд намного лучше быстрее легче так что наверное им пользуйтесь ну что ж подписывайтесь на мой канал смотрите мои ролики сад огород перепела пишите ну и удачи вам в ваших начинаниях